Управление информацией и таким образом умами очень большого количества людей, они действительно имеют свои последствия и эти последствия оказываются на жизни целых стран и народов. Итак, жест доброволи проявила Российская Федерация. Конечно же, жест доброволи, все мы понимаем, что это в огромнейших кавычках, но тем не менее Российская Федерация это называет именно так, когда покинула остров Змеиный. Так это все называют и в эфирах российских каналов. К этому так называемому жесту россияне еще оставили тела убитых солдат и военную технику. И в общей сложности Россия только на одном лишь острове Змеины потеряла техники почти на миллиард долларов. О том, как врут российские СМИ и как они говорят о победах там, где их нет, посмотрим далее в программе «Давайте проверим». Захват России и Луганской области. Фейк именно обороны России про обстрел Белгорода и очередная неудача импортозамещения. Эта программа «Давайте проверим». Я Олег Борисов. Поехали! Вторая армия мира. Мощь. Гордость России. Захватила Лисичанск. Теперь радуются, что Луганская область их. Вы только посмотрите, сколько радости их вольбы в кремлевских СМИ. Лисичанск освобожден. Это главная новость, которая пришла за последние несколько дней касаемо ситуации в местах проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Конечно, с этим можно поздравить как и жителей этого города, так и всех луганчан, которые этого 8 лет ждали. Добрый день! Мои самые искренние поздравления и поздравления от всех россиян, конечно, от Первого канала, от всех здесь присутствующих. Страна с вами и действительно это, наверное, один из самых радостных дней за последние годы уж точно в вашей республике. Огромное спасибо всем, кто причастен к этому. Это очередная, значимая, одна из самых важных дат в истории Луганской народной республики, в истории Ворошлавградской, Луганской области. Вы поняли, да? То есть у них проблем больше нет. Они, видимо, ни дорог, ни мостов, ни нормальной жизни ждут, а захвата Украины вот тогда заживут. Вот так вот люди справляются с мусором, выкидывая его просто в окно. Освобождением они называют разрушение городов Луганщины почти до основания и тысячи убийств мирных жителей. В Попасной практически не осталось целого здания, в Северодонецке и Лисичанске руины. Зато теперь висит триколор. Отдельного внимания заслуживает циничная раздача гуманитарной помощи. Обязательно под несколько камер, чтобы потом снять парочку сюжетов. Мол, какие они миротворцы. В настоящее время осуществляется разминирование города Лисичанска, его окрестностей, доставка гуманитарных грузов, а также оказание медицинской помощи мирным жителям. Представители русской гуманитарной миссии при поддержке народной милиции с самого начала боевых действий на территории Луганской народной республики обеспечивало мирных жителей, беженцев, а также медицинские учреждения в освобожденных городах продуктами питания, медикаментами, питьевой водой, медицинским оборудованием, генераторами для обеспечения электричеством в обаубежищ и многими другими средствами первой необходимости. Сначала довели людей до состояния отчаяния, а теперь делятся с ними гуманитаркой. До вашего прихода люди отлично жили, получили зарплату, отдыхали в кафе, дома пользовались водой и не знали никаких проблем. А теперь освобожденные города выглядят вот так и вот так. Что еще интересно, выход украинских военных из Лисичанска российские СМИ называют неудачей вооруженных сил Украины. Была спланирована операция, в результате которой мы их окружили за два дня. Они сами не ожидали. И они дрогнули. Потом нам просто осталось добивать эти разрозненные группы противника. Что-то случилось, что вынудило тысячи украинских военных сорваться с места и убежать. Насколько мы поняли из слов местных, среди украинских военных царила полная дезорганизация. Военные формирования оказались деморализованы. Они считали, что их бросили. Здесь прослеживается разница ценностей. Чтобы захватить Северодонецк и Лисичанск, Россия бросала тысячи своих солдат. Естественно, армия несла огромные потери. Украинская же сторона, понимая, что может потерять своих солдат в российском окружении, решила отступить, сохранив им жизнь. А вот по-настоящему комичным выглядит побег как раз российской армии с острова Змеиной. Его, кстати, в Минобороны назвали жестом доброй воли. В качестве шага доброй воли вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиной и вывели находившиеся там гарнизоны. Ну, хорошо. Тогда и крейсер Москва – это жест доброй воли. И около 40 тысяч убитых российских солдат – это тоже жест доброй воли. Но не могут в Кремле признать, что вторая армия мира, скорее всего, 102-я. Кстати, давайте еще расскажу о хлопках в Белгороде. В результате взрыва в российском городе погибли три человека. Но все равно российские СМИ писали слово «хлопки», что вызвало просто бешеную реакцию у одного из пропагандистов. Губернатор Гладков заявил, что в результате серии «хлопков» погибли три человека. Дальше московский комсомолец, вот этого идиота Гусева. Значит, в Белгородской области после серии громких «хлопков» загорелся частный дом. Вот я хочу спросить, вы там охренели? Каких «хлопков»? Прекратите писать вот эту галиматью! Дебилы проклятые! В случившемся, ну, конечно, обвинили вооруженные силы Украины. Якобы они целенаправленно стреляли по гражданским. Цель киевского режима – нанесение ударов неуправляемым оружием по жилым кварталам городов. Так происходит уже не первый раз. Мы понимаем, что эти действия режима в Киеве не просто согласованы с его западными кураторами, а, скорее всего, подсказаны ими. Сегодня ночью с 3 часов до 3.30 московского времени киевским режимом был совершен преднамеренный удар баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс» по жилым кварталам Белгорода и Курска, где нет никаких военных объектов. Хочу подчеркнуть, данный ракетный удар целенаправленно планировался и был осуществлен против мирного гражданского населения российских городов. Ракета «Точка-У» – это высокоточное оружие. Точность попадания – 10 метров. Район, куда они попали, объекты военного назначения находятся на расстоянии километров. Вот это принципиальная позиция. Конечно, мы применяем ракетное оружие. Наши ракеты тоже высокоточные. И они бьют только по военным объектам конкретным. А здесь бьют по жилым районам. Причем, обращаю внимание, не только по российским, но и по украинским. Извобожденным районам бьют. Но на самом же деле, на кадрах видно, что прилетевшие ракеты «Точка-У» имеют повреждения на корпусе, а значит, что они были сбиты российской ПВО и не долетели в пункт назначения. Кроме того, на одном из домов нашли обломки от снаряда российского зенитно-ракетного комплекса «Панцирь». Его используют как ПВО. По всей видимости, ракета сбилась с курса и попала в жилой дом. Как думаете, об этом сказали на российских каналах? М-м, конечно же нет. Так же, как и не расскажут о тараканах в бургерах сети ресторанов «Вкусно и точка». Да-да, это тот ресторан, который только недавно открыли вместо «Макдоналдс». Посетительница импортозамещенного «Макдональдса» под названием «Вкусно и точка» на северо-западе Москвы пожаловалась на булки с плесенью, а вот и последствия импортозамещения подъехали. Пользователь твиттера Юрий Голубинский пожаловался на ножки насекомых в тосте от импортозамещенного «Макдональдса». Ну, теперь можно смело переименовать в «Плесень и точка» или «Кушай и никого не слушай». Кстати, свой вариант названия можете написать вот под этим видео в комментариях. Хотя, знаете, мы вот придираемся к этим ресторанам, а голубям-то нравится. Вот сначала они едят эти булочки, а потом булочки едят все остальные. Это видео сняли очевидцы. На кадрах голуби клюют булочки для бургеров сети ресторанов «Вкусно и точка». Как думаете, эти булочки спишут? Боюсь, что нет. На этом на сегодня все. С вас лайк и подписка, а с меня новый выпуск программы. И помните, тут мы показываем то, чего по российским каналам не покажут. Пока. И далее тему обсудим касательно вообще ситуации с медиа. С Викторией Романюк, это заместитель главного редактора проекта «Стопфейк». Виктория, рада приветствовать. Здравствуйте. Доброе утро. Мы уже посмотрели программу, в которой наша редакция собрала в целом самые популярные фейки, которые публикуют российские медиа. Вот давайте плавно от этого отойдем и потом уже перейдем больше к международным манипуляциям информационным. Вот если говорить об боевых псевдопобедах российской армии, о которых они говорят, но по факту их нет. Это делается для кого? Для чего? И какая основная цель таких медиа-манипуляций? У нас сейчас война, и если мы на протяжении последних восьми лет говорили о российской пропаганде, о российских нарративах, как о определенных процессах, которые к чему-то приводят, грубо говоря, то сейчас у нас война, и мы видим, как информация, информационные ресурсы становятся инструментом, а то и оружием, собственно, российской власти. Для кого делаются такие фейки? Конечно же, для внутренней аудитории, для внутренней российской аудитории, потому что западные аналитики, как и украинская сторона, они имеют совершенно другой порядок дня и повестку информационную. Внутренний информационный рынок российский и внутренняя российская аудитория, она заряжена на теме победы. Они ждали победы, начиная с первых дней войны. Им рассказывали о том, что это будет быстро, рассказывали о том, что будет легко. И, конечно же, вот эта вот тенденция показывать победу России, она сохраняется в риторике российской пропаганды. И они будут искать любые способы усиливать это. Потому что Россия уже в войне, и матери получают погибших солдат. И здесь нужно только одно оправдание. Это большая важная миссия. И мы победим, мы побеждаем. И, в принципе, те социологические опросы, которые на сегодняшний день демонстрируются, они показывают, что россияне продолжают верить в эту идею, продолжают ее поддерживать. И вот это вот миссия победности, она продолжает быть доминирующей в риторике российской пропаганды, и в том числе российского общества. Виктория, ну вот действительно еще один из примеров, как Россия абсолютно все, Кремль абсолютно все преподносит, по крайней мере, внутреннему зрителю и слушателю, как свою победу. К примеру, в Москве радуют отставки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. И по данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информации и политики Украины, сейчас это одна из самых главных тем прокремлевских телеграм-каналов. И вот в ее контексте пропагандистские войска России продвигают нарратив о якобы масштабных отставках в Европе, которым якобы приведут санкции против России и поддержку Украины. Прокремлевские каналы также заверяют, что новое правительство Великобритании будет предлагать России мирные соглашения с Украиной. Ну, в то время как, собственно, Великобритания не единожды заверяла о том, что будет, конечно же, поддерживать Украину до конца, и о том, что с этого курса она не сойдет. Вот мне еще любопытно, почему такая неправда, которая даже не прикрытая, и, понимаете, ведь дело в том, что еще российские телеканалы не всегда тратят много ресурсов для того, чтобы создать фейки, по крайней мере, достоверно для своей внутренней аудитории. Вся информация, ну не вся, но, по крайней мере, много информации, которая преподносится на прикремлевских каналах, ее действительно можно проверить и понять, что это абсолютная чушь и неправда. Почему это до сих пор работает? Почему этому до сих пор есть определенная аудитория людей, которая этому доверяет? Работает на российском зрителе. Да, работает на российском зрителе, конечно, да. Да, здесь очень важный вот этот мгновенный эффект. Понимаете, процесс проверки, то, что вы говорите, очень можно проверить, верифицировать, это все, да, это все правильно, но это все о процессе длительно. Российская пропаганда, она действует эмоционально, и она действует тут и сейчас. И шокировать, создать какую-то эмоциональную почву для своей аудитории и какой-то эмоциональный повод для каких-то разговоров, тут и сейчас это очень важно. Не важно, какие оценки будут даваться этой информации потом, и что скажут аналитики, это не имеет смысл. Очень важно тут и сейчас пустить этот информационный заряд, который, как правило, лживый, эмоциональный и полностью соответствует российской риторике, риторике российской пропаганды. Здесь вы абсолютно правильно сказали, что одна из главных тем — это тема соглашения, тема того, что Запад уже устал от Украины, и Запад уже ищет какие-то пути для мирного соглашения. И мы видим множество фейков действительно о мирном соглашении. Недавно мы опубликовали материал о якобы статье «Политика» о новых каких-то соглашениях, которые готовятся со стороны Запада. Но здесь я бы сказала так, что то, что у российской пропаганды на языке, то у российской верхушки на уме. И мы понимаем, и мы сегодня понимаем, что на самом деле эти мирные соглашения, они нужны прежде всего российской власти. И, конечно же, вот эту тему мирных соглашений, которые якобы готовятся на Западе, продвигают и готовят, потому что действительно это очень нужно российской власти. И если мы возвращаемся к российской пропаганде, к нарративам российской пропаганды, то сегодня какие основные темы? Не только соглашения мирные, не только усталость Запада от темы Украины и войны на Украине. Здесь также продовольственный кризис. Здесь также энергетический кризис. Это возможный кризис энергетический, который вот-вот настанет уже зимой, потому что все думают о зиме. И если мы говорим о всех этих темах, то мы увидим множество-множество-множество российских фейков и дезинформаций, которые очевидно выгодны российской власти. Это способ изменить картину мира через медиа. Это способ изменить представление о событиях через пропаганду и войну. И Россия это делает сегодня очень агрессивно. Россия это делает брутальным способом. И, конечно же, использует абсолютно нечеловеческие темы, темы смертей детей, стариков, когда происходит обвинение украинской стороны и так далее. Это понятно, что Россия создает фейковую реальность. Мы об этом неустанно говорим в наших эфирах и, собственно, опровергаем эту фейковую реальность и делаем все для того, чтобы вернуть людей в реальный мир. Но все-таки вот интересно, кроме контрпропаганды, что еще на деле может заставить и может ли что-то заставить людей, которые свято доверяют прокремлевским СМИ, все-таки повернуть свой взгляд в сторону реальной картины мира и в сторону реальных событий? Понимаете, когда мы говорим, например, о российской аудитории, если ваш вопрос касается российской аудитории, которая слепо верит в эту всю чушь, то здесь сложный вопрос. Сложный вопрос, потому что российская пропаганда, как я уже сказала, это психологический инструмент воздействия на аудитории. Он работал с психикой аудитории очень длительное время. И сейчас за какой-то один момент изменить это невозможно. Я думаю, что изменение представления российской аудитории, россиян о том, что сейчас происходит, оно настанет. Но оно должно настать после, если мы оглядываемся на опыт Германии после Второй мировой войны, оно должно настать после болезненного поражения. Очень болезненного поражения. Тогда наступит вот это, знаете, открытие глаз и понимание того, что происходит. Сейчас нам никак не удастся их переубедить, потому что они подсажены на иглу пропаганды. С одной стороны. А с другой стороны мы должны понимать, что человек психологически не способен, и он не будет признавать себя виновным в каких-то тяжелых преступлениях. Что я имею в виду? Ну, как вы думаете, мать, которая потеряла сына на войне, неужели она будет думать и верить в то, что он насильник, убийца и грабитель? Нет. Она будет думать, что он освободитель, что он погиб за право от дела. Психологически ей так легче будет. И в такой же ситуации вся Россия. Россияне, которые живут в России, продолжают там быть, они согласны или не согласны, но психологически думать о том, что они убийцы, и психологически думать о том, что они злодеи, никто не станет. Для них правильнее принять вот эту модель о том, что они за правое дело, за благое дело, и они освободители. И эта модель будет на уровне эмоций и психологических факторов существовать до того момента, пока не наступит глобальное уничтожение этой информационной системы, ну и, собственно, не наступит глобальное поражение России. Только тогда произойдет пробуждение. Потому что сейчас очень-очень сильно продолжают вот эти убеждения действовать на общество в целом. Никто, мы эгоисты, мы люди все эгоисты, и мы будем думать о себе хорошо, и больше склонны думать о себе хорошо, нежели плохо. В том числе и россияне. Они будут стоять до конца в модели представления о том, что они победители, освободители, и умирают за правое дело. И, конечно же, в последний момент будут осознавать, что они убийцы и на самом деле убивают других людей, насилуют детей и зашли на чужую территорию. Вот эта вот модель негативного представления о себе, о своей власти, о своей стране, она, конечно же, психологически неприемлема, ни для кого, и они будут ее сторониться. И еще, Виктория, давайте одну тему с вами обсудим. Буквально две минутки у нас остаются до конца эфира. По касательно обращения конгрессмена Виктории Спарц к Джо Байдену. Так вот, я напомню нашим зрителям, что было обращение к Джо Байдену от Виктории Спарц касательно того, что есть претензии к главе офиса президента Украины Андрею Ермаку. И вот я хочу отметить, что в Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали обращение конгрессмена Спарц к Джо Байдену. Спикер МИД Олег Николенко назвал ее действия попыткой вернуть в американскую политику, цитирую, классические нарративы российской пропаганды, о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть Украину во внутреннюю политику США. И также уже на это был ряд реакций. Надаль Гуменюк, журналистка, также отреагировал на это, сказав, в принципе, аналогичный месседж, что в целом Андрея Ермака ранее называли в Российской Федерации тем человеком, который постоянно менял какие-то строчки в минских договоренностях и у Российской Федерации наоборот к нему были всегда претензии. Сейчас приму эту речь, вы видите на своих экранах, цитирую, довоенное профессиональное общение с россиянами, показывало, что Ермака в Кремле действительно ненавидели больше, чем Зеленского и говорили, что пока тот в офисе договориться не получится, потому что он все время выкручивается и придумывает трещины в минских договоренностях. Нет цитаты. Поэтому то, что из всей когорты потенциальных претензий где-то возникли именно такие открытые вопросы с парц, вызывает вопросы. Виктория, объясните, пожалуйста, вы, я понимаю, что на это нужно больше времени, чем две минуты, давайте попробуем уложиться и объяснить, а что здесь происходит и у кого какие интересы. Потому что если, как делает Российская Федерация, помните, да, в эфирах они говорят, украинский журналист сказал, что там притесняют русскоязычных, а если посмотреть, там у этого журналиста украинских корней нет, он всю жизнь в Москве живет. Понимаете, то есть вырывание из контекста. Объясните по ситуации со Спарц, что это происходит, произошло и как это может раскручиваться дальше. В первую очередь я хотела бы сказать, что Украине, конечно же, невыгодны такие дискуссии в любом случае, потому что для нас сейчас самая главная тема должна быть тема война, тема вооружения и тема поддержки Украины в войне. И любые политические, скажем, отхождения от этой темы, они абсолютно не на руку Украине, какой бы персоной это ни касалось. Да, а тем более, когда речь идет о главных политических лицах страны. Что происходит? На мою точку, на мой взгляд, сейчас Соединенные Штаты вступают в стартовый период предвыборчей кампании. И, конечно же, Виктория Спарт, которая является представителем консервативной партии, и эта партия, которая поддержит Дональда Трампа, уже готовит определенные месседжи для того, чтобы продолжать риторику своей партии в контексте будущих выборов. И здесь очень важно, на самом деле, понимать, что в данном случае начинаются просто политические процессы, межпартийные процессы между двух партий в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что эта тема будет развиваться, и мы должны следить за ней очень интенсивно, потому что, к сожалению, такие политические игры и такая политическая риторика может глобально навредить Украине в этой войне. Виктория, безусловно, будем следить. И здесь, в эфире Marathon Freedom, мы обсуждаем важные темы, и действительно, скажем, ищем правду и находим ее, к счастью. Виктория Романюк, заместитель главного редактора проекта StopFake, была с нами на связи, а мы еще несколько продолжим эту тему. И очень интересная тема вокруг Виктории Спарц, вокруг ее обращения к Джо Байдену. И вот на это уже отреагировали в Офисе Президента Украины. Месседж президента Зеленского озвучил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Он сказал, что претензии к главе Офиса Президента Андрею Ермаку это пока дело американцев. Это цитата. По словам Никифорова, президент Украины Зеленский не получал никаких писем или обращений члена Конгресса США Виктории Спарц. Об этом пресс-секретарь президента заявил в комментарии корреспонденту Суспильной. Давайте услышим прямую речь. Это дело американского депутата и американского президента. Дадим им самим разобраться. Там звучат какие-то обвинения. Если у Виктории Спарц есть доказательства своих обвинений, пусть обнародуют их. Пока кроме обвинений одной из сотен этих депутатов мы ничего не услышали. Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины из комментария корреспонденту Суспильной. Субтитры создавал DimaTorzok